Всем привет! Я с макияжем и прической из предыдущего видео, потому что мне надо снять еще маленький обзор на две новинки, которые не новинки на рынке, но которые новинки для меня. Два продукта, один из которых я давно хотела купить, а второй увидела и поняла, что мне тоже надо. В общем, первый продукт это хайлайтер, хотя я думала, что это бронзер от Герлен. Герлен, все что у меня есть в плане сухих текстур, это конечно сказка. И я очень надеялась, что этот продукт меня тоже не разочарует. Здесь очень красивое оформление, откручивающаяся банка и вот такой интересный, такой вопукло выгнутый продукт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Написано, что это именно хайлайтер. И действительно, вы знаете, у него есть в составе шиммер. То есть это не матовая такая штука, это пудровая вещь с небольшим количеством шиммера, которое чуть-чуть подчеркивает поры, самую малость. Самый большой недостаток этого продукта, это его запах. Я не знаю, как пахнет просроченная именно декоративная косметика, потому что почему-то за то количество времени, которое у меня лежит косметоз, у меня нет ни одного продукта, который издавал бы такой отвратительный запах. У меня есть очень старые вещи, которые у меня хранятся просто как память еще из моей юношеской жизни. Я не могу с ними расстаться. Вот. Ничто так не пахнет, как пахнет этот продукт. Это просто ужас. Я не знаю, как Герлен за такие деньги не положил никакой своей отдушки. Какой запах метеоритов? Хотя бы пусть он просто ничем не пахнет. Но вы когда его, вот, даже с такого расстояния. В общем, это запах такого адского прогорклого масла, схемозной составляющей, которая прям вот бьет в мозг. Отвратительно. Отвратительный запах. Но давайте нанесем, я вам покажу. Сразу скажу, что продуктом, именно в его декоративном плане, я осталась довольна. Я примерно так и думала, что это будет такой эффект и такой оттенок. То есть он, куда я его уже нанесла, он не холодный. Он тепленький и он подсвечивающий. Вот. Ничего похожего, мне кажется, у меня в коллекции нет. Ну, давайте наносить. Наносить буду Manly Pro. Вот. Видите, он тепленький. Но это не такое ощущение, что вы мазанулись прям вот чем-то рыжим. У него как-то все вот в меру. Вот. Больше не надо, потому что иначе тогда он сильно подчеркнет текстуру. Так как у меня там уже хайлайтер лежит. И он еще тоже сам по себе немножко как хайлайтер. То есть можно под него хайлайтером не пользоваться. В общем, здесь правильный такой, наверное, оттенок бронзера. Именно как бронзера. Он такой теплый, но в меру теплый. И он вот действительно похож, как будто я немножко так как-то подзагорела. Ну, вот сейчас меня чуть-чуть передает моя шея, да. Но вот если вот так смотреть, да, то как будто я чуть-чуть подзагорела. Прямо самую малость. Ну, это если не переборщить, переборщить запросто можно, особенно этой кисточкой. Ну, кстати, я пыталась нанести его Теслой. Тесла почему-то полосит с ним. Ну, точнее, он с Теслой. Он вот здесь вот у меня. У меня здесь какое-то место очень странное. У меня здесь продукты пропадают. У меня становится все время тут какая-то дыра. А вот с этой кисточкой иногда у меня получается, что у меня эта дыра заполняется. В общем, вот такая вот вещь. Ее уже сняли. Они поняли, видимо, свою ошибку. Я не знаю. Я пользоваться буду, потому что мне нравится дизайн. Мне нравится оттенок. Я думаю, может быть, мне ее попшикать духами. Интересно, это испортит его. Ну, хотя хуже-то уже не будет. По крайней мере, когда мы спрессовываем продукты разбитые, мы же тоже спиртовым каким-то туда пшикаем. В общем, я, наверное, проведу эксперимент. Второй продукт, который я схватила, это помада от Estee Lauder оттенок 270. Я когда открыла в магазине, я поняла, что это прям вот оттенок, о котором я мечтала на тестера. Почему-то я... А я даже, кстати, тестеры не пошла искать, потому что я так впечатлилась оттенком, что схватила. Видите, какая красота. Холодный с маленьким каким-то синеньким, синим розовым шиммером. Очень прикольный цвет. Называется, кстати, он тоже интересно. Холд энд колд. Вот, у меня уже есть похожий оттенок. Это Калистар. Я уже показывала на нее обзор. В чем плюс Калистар? Калистар стойкая помада все-таки. Она под маской себя ведет великолепно, несмотря на то, что она вот такая вот яркая. И она красиво сходит, потому что она тинтует губы, но не в розовый какой-то вот дурацкий цвет. А остается очень красивый такой прохладный тинт, который губы украшает. Эта помада не тинтует, сходит некрасиво. И еще какой у нее недостаток? Она чувствуется на губах, и она немножко не то чтобы их подсушивает, но после нее как-то хочется какой-то уход все-таки нанести. У меня вот этой коллекции три, по-моему, оттенка есть. Я знала про эту формулу, как она себя проявляет на губах, но был такой цвет, что я устоять не смогла. Но, как оказалось, я думала, что он будет чуть-чуть потеплее. Он оказался прям очень холодным. Вот его swatch. Редактор субтитров А.Семкин И сейчас рядом я покажу swatch от Калистар. Калистар у меня в оттенке десятом. Вот это Калистар. Ну, видите, они очень близкие. Очень близкие. Калистар даже может быть все-таки чуть попрохладнее. Чуть-чуть. Прям я не знаю, на какую-то там десятую тона этот чуть-чуть как-то потеплее. Но это такие нюансы, которые на губах незаметны. Но вот именно качество носки. Так, сейчас накрашу. Буду без карандаша. Наверное, здесь надо как-то... А, у меня четыре помады, кстати, вот этой коллекции. У меня же еще есть какой-то красный. Бар, ред, ред бар, как-то так называется. Да, это делать сложно. Палочку я забыла. В общем, что получается. Финиш у помады, видимо, металлический. Благодаря вот этому шиммеру она смотрится такой, как... Ну, это даже и не перламутр. Это как будто какой-то металлик. Вот. Ну, вроде бы ничего получилось. Конечно, у меня сейчас не хватает чего-то прохладного. Так, а давайте я сейчас румяну вот эти 23-ем оттенке. Поднамажу немножко. Можно, конечно, прям саму помаду, но она очень яркая. И даже если с руки я сейчас ее начну снимать и наносить, я испорчу макияж. Потому что это будет у меня сильный румянец. Мне такой сейчас на день ни к чему. Ну, все. Всем спасибо за просмотр. Из этих продуктов я, конечно, советовать ничего не буду. Вот. Потому что бронзера уже нет. Похоже нигде. Вот. Помада сползает с губ. Поэтому покупки такие приятные для меня, но абсолютно не нужны никому. Ну, все. Всем пока.